Мы рады вас приветствовать И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем рулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем рулятам было веселей Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем рулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем рулятам было веселей Здравствуйте, ребята. Радионяня поздравляет вас с началом весны. Ух, весна, это здорово. Тепло, светло. Купайся и загорай на здоровье. Вот, друзья мои, вы опять все напутали. В марте еще не так тепло, как вам хотелось бы. И снег лежит, и даже морозы могут ударить. До настоящего летнего тепла еще апрель и май. Апрель, май, подумаешь. Раз, два, и июнь. Вы всегда торопитесь. Вы готовы уже сейчас бежать на улицу без пальто, забросить в шкаф варежки, шарфы. А ведь радионяня каждый год предупреждает своих слушателей, что в марте погода коварная. Можно легко простудиться и проболеть самое приятное время. Весенние каникулы. Загадочные странные дела Творятся иногда в начале марта В один прекрасный день становится мала Привычная насиженная парта Весна, что песенка зимы, как говорится, Ставить бы на вешалке пальто, Да выскочить на улицу отважно. Как без пальто? Ты что? Надень пальто, а то Все это может кончиться неважно. Весна, еще не лето Но главное не это А то, что песенка зимы, Как говорится, спета Весна, еще не лето Но главное не это А то, что песенка зимы, Как говорится, спета А то, что песенка зимы, Как говорится, спета Дорогие друзья мои, Сегодня мы поздравляем наших радиослушателей Не только с началом весны Завтра международный праздник День 8 марта Мы хотим поздравить всех женщин И предоставить слово двум бабушкам Здравствуйте, мои дорогие ребята Когда я была мальчишкой Кто, кто, кто был мальчишкой? Ну, я Так, думаешь, так тебя сразу и узнали? Познакомиться дать сначала, правда? Да, да, да Давайте познакомиться Меня зовут Вероника Мавригиевна И все? Все А меня как зовут? А вы что же, позабыли? Нет, я-то не позабыла Но ты меня, представь ребятам Познакомь меня с ими А, да, да, да Извините Это моя школьная подружка Авдотья Никитич Вот правильно Вы, ребята, наверное, узнали Популярных старушек Авдотью Никитичну И Веронику Мавригиевну Сегодня в гостях у радионяни Артисты эстрады Вадим Тонков И Борис Владимиров Так вот, когда я была мальчишкой Каким мальчишкой? Каким мальчишкой? Тебе же Вероника Маврикиной зовут Ну, какая же ты мальчишка? Значит, ты девчонкой была Ну, конечно Но посильнее любого мальчишки Меня все мальчишки боялись Боялись? Тебе и сейчас в темноте можно испугаться Ну, 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 что вы говорите Сейчас у меня силы не те А ты что же их мальчишек колотил, что ли? Нет Я так громко плакала Что они все разбегались в рассыпную Эх, ты плакша, плакша ты А я вот никогда не плакала Неужели? Я визжала Фу, смыкак это Вот как, как басом А я зато была отличницей По физкультуре, что ли? Да нет По чистописанию Я так чисто писал, так чисто писал Писал? Я тоже чисто писала Когда у меня чернила кончались А я ужасно любил арифметику Я до сих пор наизусть помню Ну, 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 ну Всю таблицу вношения На два На два Я тоже считать любил их Ворон? Галок А, да-да-да-да Помню, пернатые такие Мы еще их по ботанике учили Какая ботаник? Какая тебе ботаник? По ботанике пропестик учить С тычинкой Ну, правильно Ботаник это бабочка А бабочки вылупляются из тычинок Из каких тычинок? Не из тычинок, а из личинок А, ну да Такие еще конфеты были Шоколадные личинки Нет, я не могу с тобой Да не с личинкой А с начинкой Начинка Это, которой краундаши начиняют Ты что, о чем ты говоришь? Это называется точилка О, ну, конечно Нам в школе географию преподавала Такая молодая-молодая точилка Нет, я не могу Ты хочешь сказать не точилка, а училка? Ну, конечно, училка, да Вот, училка, но это нехорошо Надо говорить не училка, надо говорить учительница Правильно, правильно А то, чем карандаши чинит, это точительница Не-не-не, я тебе с ума сойду Я до сих пор не пойду Ну, как тебе из класса в класс переводили? Ну, почему переводили? Ну, почему переводили? Я сама переходила Ходить тогда я уже умела Во-во-во-во, ходить-то ты умела Думать-то не умела Ну, скажи, ну, как же ты учился? Или ты ботанику с зоологией путаешь? Ну, как? Учительницу училкой называешь Ребята так тебе послушают и решают, что ты 10 лет в первом классе просидела А ребята сейчас, знаешь, какие умные, воспитанные Они сейчас в первом классе иксы и игреки проходят Да? Да Мимо проходят? Ой, это ты мимо всего прошла Они их насквозь проходят Откуда вы что-то знаете? Откуда-откуда, из школы Вы снова в средней школе учитесь? В начальной Да? А в каком классе? В третьей перешла Ой, какая пресса Значит, вы уже пионерка? Какая пионерка? Пенсионерка я, не пионерка Внук у меня пионер Ну, а вы-то здесь при чем? А пенсионер всем ребятам пример Я вот, я тебе так скажу Я внука личным примером увлекаю Он из школы придет, я тут же руки мою и за уроки сажу сейчас Так вы с ним уроки делаете? Почему? Почему с ним-то? Я и одна могу Господи, но ведь делать чужие уроки очень плохо Ну, почему? Ну, кто тебе сказал? Ну, почему плохо? Я хорошо делаю, а не плохо Иногда по шесть раз переписываю Вот недавно я пятерку по аризментике получил Нет, 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 ну что вы говорите? Это все равно просто ужасно, нехорошо Ну, что нехорошо, что ужасно, что? Ну, то, что вы учитесь за внука Ребята вас послушают и начнут к своим бабушкам приставать Бабушка, сделай уроки Бабушка, сделай уроки Да, да, бабушка, ну к тебе, кто к тебе? Тебе никто приставать не будет Ко мне-то почему? Если ты уроки сделаешь, твого внука сразу из школы выходит Пора вставать, Сереженька, пора вставать, Сереженька Проспишь весь выходной Какие вы хорошие, какие вы хорошие А может, я больной А может, а может, а может он больной А может, а может, а может я больной Макушку мелом выбелил, макушку мелом выбелил А может, я седой Штаны сползли, Сереженька, штаны сползли, Сереженька А может, я худой? А может, а может, а может, он худой? А может, а может, а может, я худой? Дай слово не опаздывать, дай слово не опаздывать, ни в школу, ни домой. Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может, я не мой? А может, а может, а может он не мой А может, а может, а может я не мой А может, а может, а может он не мой А может, а может, а может, я немой Немой, а сам нагородил, немой, а сам нагородил три короба вранья А, какие вы хорошие, какие вы хорошие А может, я не я А может, а может, а может, он не он А может, а может, а может, я не я Ага Вот так аплодируют ребята, когда на эстраду выходит народная артистка республики Рина Зелёная Ребята любят эту артистку и поэтому в своих письмах называют её кандидатом на медаль за улыбку Рина Васильевна выступала в нашей передаче, но сегодня мы пригласили её как бы на бис Потому что письма от вас, ребята, продолжают поступать Наградите медалью артистку Рину Зелёную Когда она выступает, я смеюсь до ужаса Лёня Кулагин, город Уфа Очень хорошо И для больших, и для маленьких мы приглашаем к микрофону радионяни Народную артистку республики Рину Васильевну Зелёную Мои дорогие, милые мои друзья Мне очень было приятно, когда я узнала о том, что вы вспомнили обо мне Я сама-то всегда очень рада, когда встречаюсь с вами в школах, в библиотеках Когда я вам рассказываю про маленьких ваших братьев и сестричек И вы смеётесь, и вы смеётесь, и вы хохочете Это очень всегда как-то радостно слышать, как вы удивительно непосредственно воспринимаете это всё Ну и сегодня, конечно, мне бы хотелось тоже, чтобы вы улыбнулись Я долго думала, что бы такое вам рассказать У меня среди тех моих маленьких героев, о которых я рассказываю Там есть такой очень мне симпатичный человечек Такой Андрюша Ему четыре, немножко там с половиной годика Как он сказал однажды, что мне бы ещё больше лет было Только у меня день рождения очень редко бывает И вот этот Андрюша, он милый, добрый, такой, видно, славный будет человек И у него соседка, с которой он очень дружит Такая Марья Васильевна Он к ней заходит иногда, и она всегда этому рада Вот он, значит, стучит в дверь Она говорит, заходи, Андрюшенко, заходи Ты мне совершенно не помешаешь, посиди со мной немножечко Нет, я не могу посидеть, Марья Васильевна Я пришёл насчёт уроков Ну, Андрюшенко, каких же уроков? Ты же ещё не учишься Ну, я, да, конечно, я не учусь, но, Марья Васильевна, я же ведь Мишу проверяю Ну, кажется, ты можешь проверять, Андрюшенко, он же в третьем классе Ну, что же, ну, он всё-таки же велит, чтобы я сидела тихо, как учитель сидит А он у меня тогда чего-нибудь отвечает вслух Ему так же всё-таки легче Марья Васильевна, я сегодня сидел-сидел, а я когда его чего-нибудь спрошу Он мне говорит, ты молчи, это не твоего ума дело Да, как же всё-таки это трудно, наверное, тебе приходится, Андрюшенко Ну, что же ты, он сегодня что тебе отвечал? Не знаю, Марья Васильевна Как разбор предложений, какие-то падежи родительные, обвинительные Марья Васильевна, а я вот чего хотела спросить, вот там у них бывают буквы согласные Ну, вот я чего спросить хотела, они вот со всеми согласные или же только с учителем? Ну, Андрюша, ну это же, Андрюшенька, это же трудно тебе объяснить Ты пока просто откажись от этой работы Нет, Марья Васильевна, я не могу отказаться Ну, Марья Васильевна, я же вот вчера его не спрашивала И он тройку получил за какой-то климат Батюшки мои, да за какой уже климат? Не знаю, Марья Васильевна, там у них где-то климат очень плохой Им за него всегда тройки ставят Ох, и тёрт твой братец, я вижу Марья Васильевна, ну, как же вы и видите? Видно, сокола по полёту, добра молодца по поступкам Да, Миша очень добрый Знаете, он мне скоро перечинный ножик подарит Он сам сказал, Марья Васильевна, как ли только ножик сломается Я тебе его, может быть, подарю Я сейчас пойду, Марья Васильевна, а то Миша скоро придёт Он только на минуточку пошёл во двор в футбол поиграть До свидания, Марья Васильевна Большое спасибо, Ирина Васильевна Радионяня всегда рада видеть и слышать вас Почта Радионяни У нас накопилось много писем, и сегодня мы хотим ответить на них Минуточку, минуточку Для ответов на письма у нас есть специальная передача Которая так и называется Радионяня друзьям отвечает А сегодня, ну, раз уж речь зашла о почте Я бы хотел кое-что сказать нашим радиослушателям Вот что Дорогие друзья наши Большое вам спасибо за ваши очень интересные письма В них есть всё, и теплота, и откровенность, и юмор Но, как правило, нет только одного Индекса Индекса? Какого индекса? Почтового индекса, с которого начинается любой адрес Николай Владимирович, ну это же мелочь Что письмо без индекса не дойдёт? Дойдёт, конечно Только идти будет намного дольше И почтовым работникам будет труднее разобраться в таких письмах А между тем, почтовый индекс Это всего шесть цифр Вот наш индекс, Всесоюзного радио 113, 326 Ого, это надо ещё запомнить Запоминать совсем не обязательно Можно просто записать на бумаге и всё Да, а потом надо помнить, куда ты эту бумагу положил Нет, лучше запомнить с помощью специального метода А что же это за метод? Метод сравнения Каждая цифра на что-нибудь похожа, так? Берём наш индекс Первые две цифры, две единицы На что это похоже? Это? Да На барабанные палочки Правильно Дальше две тройки Три и три Это что будет? Дырка Верно А за дырку в тетрадке что полагается? Двойка Опять верно Это и есть наша пятая цифра А шестую и запоминать нечего Она и есть шесть Я знаю Шесть Это число постоянных участников радионяни Ну, конечно Автор передачи Раз Режиссёр Татьяна Сапожникова Два Редактор Елен Лебедева Три И трое ведущие Николай Владимирович Литвинов Александр Левшин И Александр Левенбук Всего шесть Вот и весь индекс Видите, как легко запомнить? Вижу Вижу Только, знаете что? Я Вы знаете, я, кажется, уже Я, кажется, уже всё забыл Ну, как забыли? Этого не может быть Ну, вспомните Сначала барабанные палочки Это что? Барабанные палочки? Да Одна и вторая? Да Ну да, это двойка Нет, это две единицы Одиннадцать Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну, как же это я забыл Вы знаете, друзья мои Мне кажется, что ваш метод Всё-таки слишком сложный Давайте лучше запомним наш индекс При помощи моего метода Старого и испытанного А что это за метод? Песенка Которую написал Борис Савельев Песенка о почтовом индексе Всесоюзного радио Письма прибывают к нам со всех сторон Их радионяне носит почтальон Чтобы легче было адрес отыскать Надо на конверте индекс написать В этой песенке короткой Весь наш индекс есть Две однушки Тройка, тройка Двадцать шесть Мчится скорый поезд Пароход плывёт И летит по небу с почтой самолёт Чтоб письмо короче выбирало путь На конверте индекс ставить не забудь В этой песенке короткой Весь наш индекс есть Единица Единица Тридцать три Два шесть Шлют в Москву привет И тысячи ребят Ереван Ирига Минск И Ленинград Вашим письмам няня рада от души Только очень просит Индекс напиши В этой песенке короткой Весь наш индекс есть Сто тринадцать И конечно Три, два, шесть Начинаем весёлый урок Друзья мои Сегодня мы будем говорить О правописании Чёрточки В наречиях Какой чёрточки? Коротенькой чёрточки Которая называется Дефис Это хорошо, что она коротенькая Значит и урок будет Не длинненький Ну, это зависит от вашего внимания Мы готовы Во-первых, мы займёмся Кстати, как пишется Во-первых Так же, как во-вторых А как пишется во-вторых? Как и в-третьих Через чёрточку Правильно В наречиях, которые образованы От порядковых числительных Приставка во Отделяется чёрточкой Во-первых Во-вторых В-третьих В сто двадцать третьих Верно Верно Теперь второе правило Чёрточка пишется В наречиях Образованных повторением Одинаковых слов или корней Например Еле-еле Точь-в-точь Крепко-накрепко Ёлки-палки А это при чём? Как при чём? Тоже пишется через чёрточку Да, она через чёрточку Но Ёлки-палки Это ведь не наречия Ах да, извините Это не наречия Это дрова Ну хорошо, хорошо Пошли дальше Приставка По Пишется через чёрточку В наречиях Которые оканчиваются На Ски Цки Мягкий знак И Ому Ему Например По-лиси По-зайчи Да нет, мы знаем По-зобачьи По-кошачьи По-цыплячьи По-курячьи Вот, вот, вот Тут-то как раз По-куриному Ясно? Ясно И последнее Чёрточка пишется В наречиях С частицами Кое-то Либо-нибудь Если вы Всё это запомните То Кое-где Через чёрточку Когда-нибудь Опять-таки Через чёрточку Кто-либо Тоже через чёрточку Скажет Что вы Грамотные люди А чтобы и ребята Которые нас слушают Были грамотными Мы споём От чёрточки Специальную песенку Минучку Как же мы споём? Ведь чёрточку Только видно на бумаге Её же по радио Не слышно Я знаю, что надо сделать Надо чёрточку Изображать Звуком В тех местах Где будет чёрточка Я буду делать так Ну что ж Мысль неплохая Попробуем Я всю ночь Не сплю Гляжу в окно За окном Опять черным Черно Да чего же Люди Нам не повезло Лучше б стало По ночам Белым Я всю ночь Футбол играл Ночью голубей гонял Вот тогда бы стала ночь Словно день Но просто Точь Шт В Шт Точь Ну Теперь давай ты А я не могу свистеть У меня зуб качается Он что, молочный? Нет, металлический Да? Ну тогда придумай какой-нибудь другой звук Лай, например, как бульдог Не, я бульдогом не буду Я лучше потявкаю Как баллонка Ну тяпкаю А я все Таки мечтаю О другом Чтобы ночь к нам приходила днем Кое Что в природе Что в природе надо повернуть Чтобы этого добиться Как-нибудь Я бы в школу не ходил День в постели проводил Ну а раз повсюду мрак Я бы мог учиться Кое Как? Николай Владимирович Теперь ваша очередь Нет, 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 друзья мои Нет Ни свистеть Ни тем более Тявкать Я не намерил Я уже не в том возрасте, понимаете Это не солидно Если вы не возражаете Я буду Я буду мяукать Пожалуйста, Николай Владимирович Мяукайте на здоровье Я скажу вам Алекс Сашию Не получится По мяу вашему Все в природе Неправильно устроено Зря, друзья, старайтесь По мяу моему День природа нам дала Чтобы сделать все дела А для снадана нам ночь Это надо помнить Точь Мяу В Мяу Точь Вот и все Конечно, вы понимаете Что для того, чтобы запомнить эти правила Совсем не обязательно тявкать или мяукать Надо просто твердо выучить Когда пишется черточка в наречиях И запомнить это крепко Вау! Накрепко Веселый урок окончен Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно А как добиться этого, пока что неизвестно Быть может, вы подскажете, как верные друзья Ведь это только в школе подсказывать нельзя Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Радионяня Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...